ТУДБАЙ ТВ ТУДБАЙ ТВ Александр Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности КГБ и в результате этого совещания, главным решением этого совещания стала отставка Вадима Зайцева. Его место на этом посту занял Леонид Мальцев. Ну и в свою очередь есть смысл отметить, что недавно произошла загадочная смерть подполковника КГБ Александра Казака. Как эти события связаны между собой, что за ними стоит, какие последствия они повлекут. Вот на эти вопросы мы сегодня и будем отвечать. Я хочу еще добавить, что в середине где-то нашей дискуссии к нам подключится подполковник КГБ запаса Валерий Костко. Но сначала первый наш вопрос мы обсуждаем с Александром Клазковским и Виктором Федоровичем. Скажите, пожалуйста, вот это событие, вчерашний взрыв у областного управления КГБ. Кто, на ваш взгляд, стоит за этим событием? Что оно значит? Александр Владимирович. Ну, это называется, спросите что-нибудь полегче. Вот как раз сейчас и будут разбираться. Пока я отметил бы два обстоятельства. Во-первых, что касается гласности, большой прогресс. Вот вы упоминали об этом совещании, на котором, кстати, не был отправлен в отставку. Вот многие ресурсы сделали эту ошибку, маленький ликбез, походу. Отставка – это когда сам госслужащий пишет заявление, его отправляют с госслужбы. Тут похоже, что для генерала Зайцева, 48-летнего, по виду такого цветущего мужчины, для него это было как гром среди ясного неба. Явно он не просился. И его не отставили. А заметьте, как сказал госсекретарь совбеза Леонид Мальцев на этом совещании, его освободили временно, на период, пока идет разбирательство. В частности, вот этой истории таинственной, загадочной, которая касается убийства или самоубийства подполковника Александра Казака. И надо понимать так, что для объективности вот этого расследования пока временно бразды там взял вот сам Мальцев, или его назначил президент скорее. То есть это большой вопрос. Обычно в каких-то случаях таких вот заместителю передают, как я понимаю, временно все полномочия. То есть здесь сразу возникла версия, что есть элемент недоверия ко всей верхушке КГБ. И это, я думаю, мы подробнее об этом поговорим, но такой вопрос есть. И второе, что касается вот версии взрыва, я не случайно сказал прогресс. Потому что на этом совещании упрекали, что целый месяц отнекивались. Пресс-служба КГБ отвергала всякие вопросы журналистов на тему о убийстве или самоубийстве вот этого офицера. Теперь версия, другое дело, насколько она основательная, мы тоже еще поговорим, но была озвучена спустя несколько часов. Ну а сам взрыв, почему он произошел, случайность ли это, то, что он произошел вчера поздно вечером, как раз через несколько дней после пятничного совещания. Почему этот взрыв происходит именно в Витебске, откуда, как мы знаем, родом Коновалов и Ковалев расстреляны по делу. О теракте в Минском метро. Почему? Вот эта череда событий, это случайность или это какая-то закономерность? Какие версии на эту тему? Мне хотелось бы видеть каких-то закономерностей в этих вещах, не дайте бог в них, чтобы они присутствовали. Да, это были бы зловещие закономерности. Потому что очень много событий в этом году, я не знаю, с чем это связано, для белорусского чиновничества, и в том числе и силовых структур. То ли год високосный, то ли какое-то общее напряжение растет. Я чувствую, что какое-то действительно напряжение растет, и чем-то это должно все закончиться. Это мои такие впечатления. Потому что очень масса событий произошло в этом году. Что касается всех этих сообщений комитета госбезопасности, который выступал инициатором, если вспомнить, сколько уже случаев у нас было с таким подозрением серьезным на какие-то террористические акты или подготовку. Буквально недавно этот взрыв на границе, что-то взорвалось непонятно. Литовское посольство. То есть, да, литовское посольство. До этого у нас было посольство России кидали. В Бобруйске управление КГБ тоже две бутылки зажигательной смеси улепили. Жлобин на прошлом году. Жлобин – это вообще странная история. И, похоже, сейчас очень в Витебске, по-моему, сообщили, что там-то один товарищ невменяемый вроде бы уже. Ну, да, с отклонениями от поведения. И на удивление Жлобинский оказался. Что меня больше всего удивило в той информации, причем инициатором выступил комитет же, подача информации по Жлобинскому случаю. Ну, они как-то отмолчали, с чем закончилось все это дело. Вы знаете, Виктор, вот пока первый срез таков, что стараются подать этот инцидент как не очень значительный. То есть, какое-то хулиганство. Смотрите, какая-то петарда, которая, в принципе, там, видимо, не могла никого убить. Там два стекла каких-то треснули вроде бы. Человек, которого, что называется, повязали. Уже сразу сказано, биография соответствующая, что у него там какие-то были видимые признаки отклонений, что он раньше уже с какими-то некорректными высказываниями там звонил вроде бы в это управление КГБ. То есть, вот, если так огрублять, какой-то не совсем вменяемый человек там бабахнул петарду. То есть, явно подается так, что это случай незначительный. Но я хочу напомнить, что и те взрывы, например, на День независимости возле Стеллы в 2008 году, тоже поначалу квалифицировались вот тот взрыв, как злостное хулиганство. Потом выяснилось, что теракт. Потом еще позже выяснилось, что вот Ковалев и Коновалов, значит, их след туда идет. То есть, то, что сейчас вот трактуется в таком облегченном варианте, ничего страшного. Тут не надо делать, я думаю, поспешных выводов. На самом деле, действительно, может все оказаться и гораздо серьезнее. И вообще, действительно, после того, это не обязательно вследствие того, но массовое сознание, оно таково, что поневоле выстраивает эту цепочку. И вот здесь я хочу сказать, что власть в плане пиаровском сама себя переиграла. Сама себя положила на лопатки, потому что до поры до времени Беларусь пиарилась как островок стабильности. Тут ничего такого не может чрезвычайного произойти. И вот пошло-поехало. Там и теракт в метро вот этот, и расстрел двух людей, и в этом году вот то, что перечистил Виктор. И тут само белорусское руководство, в частности, вступив в конфронтацию с Евросоюзом, нагнетает обстановку. Вот сколько раз на самом высоком уровне звучала эта тема, что смотрите, вот вы нас обижаете, а тут полно мигрантов, которые идут потоком и тянут взрывчатку. Мне, например, непонятно, почему эти люди, которые хотят тихо, мирно устроиться, проскользнуть в Евросоюз, почему они рюкзаки с взрывчаткой туда тянут. Террористы так не ходят. В общем-то, как ходят вот эти несчастные, бедные, нищие, нелегалы, которым попасть и лечь на дно, и притвориться сухим сучком там где-то надо в Евросоюзе. И вот когда начинаются на этом фоне такие вещи, что то взрыв у границы, то какой-то схрон находят и так далее, тут очень много таких версий по неволе возникает, а кому это выгодно. И в любом случае рушится вот этот миф о стабильной Беларуси. То есть сама власть белорусская подрубила вот этот корень этого мифа, и сегодня уже обыватель, даже не политизированный, ему неуютно. Вот как Виктор говорит, такое ощущение, что напряжение в воздухе растет, и что-то сейчас будет. Это плохо. И еще один момент, который, в общем-то, в плане того, что напрягает нас. Очень часть, практически, наверное, каждую неделю на слуху у нас звучит эта аббревиатура КГБ. Это уже как началось уже. То есть я всегда был сторонником того, что лучшая идеальная спецслужба – это та, о которой знают все, но никто ее не видит, не слышит. То есть они работают, это их задача. И так и было в свое время. Александр Говорич приводил пример советской КГБ. Ну, тогда была немножко другая ситуация, в том числе и с коммуникациями, и с обменом информацией, да и со страхом человеческим. То есть это ушло. Но власть, скажем так, и те, кто и выполняет ее распоряжение, в том числе силовые структуры, они не учитывают этот момент. Что произошло в Витебске? Когда? Ведь ночью взорвался Фейсбук и другие социальные сети. То есть, оказывается, была идеальная фора, чтобы сообщить все обстоятельно, спокойно, и людей не нагнетать этот страх. Сколько там было? 18.48, по-моему, да. Меня это удивило. Одно дело ночью, кажется, еще вечером вчера. То есть можно было спокойно для телесюжета новостей, в БТ что-то показать и людей успокоить. То есть убить слухи на корню. Ведь самое страшное в этих ситуациях, что появляется масса слухов. А власть в свое время, когда-то, мне помнится, в Академии МВД, были такие курсы, которые, в общем-то, учили людей, сотрудников правоохранительных органов, работать со слухами. Это тема, в том числе и спецслужб. И они здесь страшно проваливаются. Я думаю, что, Виктор, они, наверное, знают эту науку, но тут проблема вот этой жесткой иерархии, этой пирамиды. Смотрите, вот нарастили эти структуры. Утром совещания, раздать рекомендации. Да, это согласование, это субординация, это перестраховка, это вся вот эта система, тут шире надо говорить о политической системе. Когда что-то сказать не то, проявить какую-то инициативу, это тебе секир башка будет. И поэтому сидят, как мыши под венником, и происходит депрофессионализация. Ну, с другой стороны, вы верно вначале подметили, что, в принципе, по сравнению с тем, как информация преподносилась нам раньше, уже большой прогресс налицо. То есть нам уже утром фактически подтвердили, была какая-то официальная информация, в отличие от того же случая с Александром Казаком. И не говоря уже... Ну, это прогресс относительный. И заметьте, всякий раз какие-то прорывы гласности бываются после того, как головомойка крупная. На какое-то время чиновники начинают шевелиться, но потом опять повторяется. Посмотрите, это же система. Вспомните летний плюшевый десант, когда тоже месяц молчали, как рыбы, отнекивались, хотя уже интернет кишел этими свидетельствами и видео. Вы же помните эту уже сейчас анекдотическую историю, когда объявили, что все это фотошоп. Ну, слава богу, уже в Витебске на этот раз не объявили это фотошопом, поэтому для нашей системы это большой прогресс. Да, единственное, что получается, что самым главным информатором для нас, неотчестных журналистов, выступает именно Александр Егорович, к сожалению. Ну, да, он, как правило, взвалив на себя это бремя. Тут есть другой момент, который можно, в общем-то, по нашей теме. Александр Егорович располагает той информацией, которую он получает непосредственно. Вопрос, кто ее готовит, насколько качественно. И как фильтрует, как препарирует эту информацию. Это есть момент, потому что у нас 8 силовых структур, располагающая возможность СМИ спецслужб. Я так понимаю, что, наверное, каждая имеет свой какой-то источник информации, который аккумулируется где-то, ну, я не знаю, может, в администрации президента, может, в Совбезе. И потом в каком-то виде она подается Александру Егоровичу. Тот уже делает выводы. И вот с этим совещанием вдруг неожиданное решение, да, вот кажется, для всех. Давайте мы к совещанию все-таки чуть попозже вернемся. Я бы все-таки хотела еще немножко о взрыве поговорить. То есть у нас, если вот вспомнить череду последних событий, да, получается вот этот взрыв. В Витебске есть две бутылки зажигательной смесью, брошенные в литовское посольство. Тоже там какие-то комментарии с белорусской стороны, с литовской стороны. Вот эти события, они как-то могут отозваться на нас, на, ну, скажем, на обычной жизни, на нашей повседневной? Как вы считаете? Может произойти очередное усиление, так называемое. То есть органы внутренних дел, в первую очередь, начинают работать в усиленном режиме, проверять, контролировать. Это всегда происходит. Тем более нужно учесть, сейчас скоро Новый год. Это будет обязательное, в любом случае, перед праздниками и торжествами всякими. В другой момент, конечно, это будет нервировать людей. Потому что наши правоохранители не умеют делать так, чтобы их не было видно на улицах. И вновь я все-таки, видите, как политические аналитики, я тяну одеяло в свою сторону. Я согласен. Политическая система. Смотрите, с самого верха, вот что-то такое происходит, тот же взрыв в метро. Идет посыл с самого верха, что тут не чисто, тут, возможно, наша пятая колонна как-то замешана. И начинают, вы же помните, после этого взрыва, как в прокуратуру таскали оппозиционных лидеров, как независимую прессу стали шерстить, даже за какие-то версии, которые высказывали журналисты, показывали горчичники, предупреждения. То есть нагнетается массовый психоз, и первыми под раздачу попадают люди других взглядов. Инакомыслящая политическая оппозиция, вот им надо заткнуть рот. Опять же, что касается этой загадочной истории с коктейлями Молотова в литовское посольство. Тут, понимаете, очень клубок интересный. Смотрите, среди тех людей, которых Евросоюз считает политическими заключенными, есть несколько анархистов. В частности, три человека, которых обвинили в том, что они бросили коктейли Молотова тоже в дверь КГБ в Бобруйск. И тут получается, что вот аналогичный внешний случай, выпад против литовского посольства. Вот представьте, что кого-то находят, кого-то сажают, и как быть Евросоюзу? Получается, что тоже какие-то, допустим, представители каких-то неформальных группировок радикальных и так далее, Евросоюз попадает в нелепое положение, потому что этих людей, по идее, тоже надо на тех же основаниях вносить в какой-то список политических заключенных и так далее. То есть, все смешалось в доме Облонских, полное смещение ориентиров, кого же называть политическими заключенными, и у Брюсселя выбивается почва из-под ног в этом вопросе. Вот какие мысли возникают в связи с этим? То есть, очень интересный вопрос, кому это выгодно. В нашем государстве, которое страшно идеологизировано, и где все измеряется вот этими категориями борьбы с проклятыми врагами внешними и внутренними, любой, может быть, даже бытовой какой-то случай, бытовое преступление. Вот кому-то не дали визу, он высосал литр чернил, пошел и бросил. Хотя это маловероятно, потому что и время надо выбрать, и, в общем-то, незаметно уйти, и чтобы камеры там не заметили, и так далее. Ну, допустим, что это так. Но поневоле в нашей вот этой ситуации борьбы с врагами этот вопрос политизируется, и возникает много таких версий, на которые нет ответа. Опять же, потому что нет гласности, потому что система закрытая. Хорошо, давайте теперь обратимся, закроем пока вопрос с Витебским взрывом, тем более, что, я думаю, в ближайшее время появятся еще какие-то новости на эту тему. У нас сейчас в Витебске, я надеюсь, уже до Витебска доехали Алена Андреева и Володя Чуденцов, и в конце нашей дискуссии мы попробуем с ними связаться, узнаем, как там обстановка. Но сейчас хотелось бы поговорить о том событии, которое предшествовало, собственно, этому, и надеюсь, что все-таки сегодняшнее, вчерашнее событие было случайностью, не было связано никак с предыдущим. В пятницу Александр Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности КГБ, и это совещание совершенно неожиданно закончилось отстранением от должности председателя комитета Вадима Зайцева. Причем, что удивительно, решение это озвучил не президент, а озвучил Леонид Мальцев, который назначен на исполняющем обязанности председателя комитета. Я предлагаю посмотреть кусочек видео о том, как Мальцев сообщал об итогах этого совещания. На совещании выступил генеральный прокурор, председатель Следственного комитета, и они поставили ряд вопросов, в том числе и представители Государственного секретариата Совета Безопасности, о существующих проблемах, вот последнее событие, которые произошли, связанные с комитетом государственной безопасности, ну, всем известно, самоубийство подполковника Казака, ряд других вопросов, которые требуют тщательного расследования. В этой связи президент принял решение освободить генерала-лейтенанта Зайцева Вадима Юрьевича от должности председателя Комитета Государственной безопасности и зачистить ее в распоряжение председателя Комитета Государственной безопасности. Исполнять обязанности председателя Комитета Государственной безопасности поручено мне. Но это не значит, что Вадим Юрьевич Зайцев после завершения расследования не может вернуться на эту должность. Если все работы по завершению расследования покажут, так сказать, его компетентность и других, так сказать, должностных лиц, то, вне всяких сомнений, он будет возвращен на эту должность. Это сделано для того, чтобы расследование было проведено максимально объективно. расследование поручено проводить, как это и положено, генеральному прокурору. Мне, естественно, будет подключен и Следственный комитет. Итак, вы слышали, что сказал по поводу итогов совещания Леонид Мальцев. Я предлагаю послушать мнение по этому вопросу подполковника КГБ в запасе Валерия Костко. Он с нами на связи по телефону. Спадар Валер, добрый день. Добрый день. Чуете нас? Как чуете? Я не подполковник КГБ в запасе, потому что меня в минулом году из списков КДБ выкрасили. Я зараз подполковник Министерства обороны запаса. Такого, правда, не бывает, бывших, былых КГБ не бывает, но вот я один выник или случай, выводок, когда был КГБ, будет говорить. Но я себя не лечу былым КГБ, я себя лечу, потому что логику КГБ поменять нельзя. И именно с призму логики своей оперативной я буду разговаривать, а не поддающейся некой логике журналистской. По-перше, я думаю, что Мальцеву уже не вернется на эту посаду. А, Зайцеву. Ну, Зайцеву не вернется на эту посаду. И соправданные причины его отставки громадство не ведает. И, может, пока не будет ведать, они достаточно повинны быть мощные, когда Александр Лукашенко пошел на такие кроты. А по-другому, я хочу сказать, что давайте разом, вот просто я вам свою логику выкажу, а вы сами меркуйте, насколько я прав, насколько я не прав. По-перше, Зайцев пришел в КГБ совсем с иншой структуры и вельми не чеканно. Пришел в вынику выбуху 4-го липеня 8-го года и занял посаду в КГБ и привел с собой около 40 человек пограничников в структуру КГБ. Это люди, которые не имели относительно агентурно-оперативной и оперативно-вышуковой справы. Потом был 2010 год. КГБ, минавито КГБ нагнетала обстановку вокруг выборов, минавито КГБ створала жаги железом по шклу, минавито КГБ показывала некие гаражи со сброей и убуховыми речами, али до этого часу никто не покаран за незаконное хранение. И минавито, на мою думку, с подачи КГБ было спровоковано шесть на, минавито, на Дому Раду, де якраз и чекали все основные силы для того, каб там устроить гэтую, ну, имитацию. Минавито, пасля того, як пачалась расходица уже площадь, калі ўже закончився митинг мирны, пачали дубасить народ. І пасля гэта був захоп сімісот грамадзян, паявіліс паліць зняволіныя. Гэта вельмі моцна сапсавала імідж Беларусі воголі, тому, што 20-го снежня Беларуся трымала 3 мільярда, які обіщалі, і 10 мільярдів, які захід обіщав, за то, што проведуть більш-менш пристойно выбары. Але фактично, вот этими провокациями було сорвана така економічна підтримка Беларусі, і нанесіны вельмі великий урон Беларусі в целам, і безумовно Лукашенкі в тім ліку. Пасля площі був выбух у метро, де так само КДБ виглядала нелепшим выніком, ви пам'ятаєте коментарі Зайцева і пра выдатніх хімікав, і так далі, і так далі. Пасля гэта був десант плюшівых мішек, пасля чого сапсавалі відносіны со Швеції. Пасля гэта був коктейль Молотова, почалися некі розборки поміж Беларусью і Литвою. Наїзды на Андрея, пачібуто, КГБ прісує чому-то журналиста, тому що треба сапсаваць відносіны з Польщі. І ввыніку отримлюється, що вся дейність на пасаді КДБ, старшині КДБ Зайцева, іна було накерувана на підрив авторитета і нанесення ніякого адмовного, ілі створення адмовного іміджа вакол Беларусі. Я розумію, що над їм стоїть політична ісистема, але Зайцев тут виглядає вже в неї, як самостойна фігура, яка працавала менавіта на підрив. Сапсаваные політичні адносіны потягнули економічний тяжкий стан, обмежування любых контактів. У нас паявіліся каля трохсот чиновніків, які в Оголі заборонено ваїжджат на Захад, і так далі, і там далі. На фоні гэтага КДБ пастоянна нагнітая, патрабуя ад парламента, ад Лукашенкі, як йому давалі більш полномодців. Гэтага старанна гэтага – це нагнітання так само обстановки, вибухи. І литовські, і витебські, і брецкі, і гомельські. Гэта все нагнітання обстановки, як більш взяти влади, так сказати, і більш впливати на ситуацію тут внутри. І тому я думаю, що вийнік праці Зайцева у любому випадку зараз іде розслідовання, я думаю, що там, ну, прийдуть до неї, кай висново інше питання, якщо політичне решіння буде пройнімати керівництво Білорусі, але вийнік праці Зайцева на цій посаді однозначно одмовний для усій Білорусі, не просто там для Лукашенкі конкретно, а для усій Білорусі. Внутри КДБ створено супрідстояння поміж професіоналами і непрофесіоналами. Зніщена КГБ, зніщена як спецслужба і перетворена в політичний вишук. КДБ лізе, куди тільки може лізти, і куди яму не потрібно лізти. Тому Зайцев адыграв вельмі адмовну ролю на гэтай посаді. Гэта я не беруся брать на сябі акую функцію даваць адказ. Гэта умысловыя дзейні Зайцева, ті гэта вынік яго непрофесіоналізму, але однозначно, што вынік яго праці адмовны. І сэнса пасля ўсягу гэта, што адбылася, пасля гэтых сапсаванных адносин з захадам, які в принципі нам ніяк не пагрыжав, а тільки і залівав Беларусь, отримлювайця у выніку, што мы бэлі вымушені, і вынік такі, што Беларусь банкротіцца. Банкротіцца, каб яя просто здаць кому-нібудь, ну і вядома кому. Моя виснова така, што расследування пройдзе, політичне рішення будзе прымаць, в залежністі от таго, насколькі, насколькі Лукашэнка гатоў даць бой, мінавіта, і калі гэта в муслова, канешні, Зайцев дзейнічев, калі гэта діпрофесіональна, то яго просто здымуть, поставіць помошнікам Рачковського, і, даречі, вынік плюшава десанта, так сама трэба зауважыць, нанесіны удар бэл па гранічнікам, па Рачковскому, адзінаму гэнералу Беларусу, які бэл вогулі ў сей сістебі сіловіков. І во всіх этых абставінах, і при выбухах, і при метро, в выбухе терактів метро, і при плюшавых десантах, і при разгоне площі, КДБ ні по Зайцев особисто, ніколі не пострадав, ні, ну, не отримлів ніяких там вимов і так далей. За вщоди страдали ніякі інші люди, яких, я так розумію, підставляв якраз Зайцев. Тут треба, канешні, розбіраць, па першим, па першій інформацій, і ще рано меркаваць, але ўжо ёсній кая, вистраіваць лунцужок, па якому можна меркаваць, вогулі, роль, місце, і корысті, і без, наоборот, адмовнае корысті Зайцева, на гэтай пасаді. Спадар, Валер, дзяку великий, я прошу вас оставацься з нами, ми далей будем обмерковаць гэтаю тему. Віктор, я хотела бы спросить у вас, вот вы обращали внимание на то, что Мальцев, подводя итоги совещання, говорит, вспомінає о самоубийстве Александра Казака, і говорить також о других вопросах, які требують тщательного расследовання. Вот Валерий Костко нам изложив свою теорію вот всех вот этих событий. На ваш взгляд, наскільки зв'язано действительно самоубийство Казака с отстранением от должности Зайцева. Ну, я говорю, такого я не помню, я уже в журналистике четверть века, чтобы, неважно какого начальника снимали за самоубийство его подчинённого. Вопрос в другом, мотив этого самоубийства, и что в результате проверки вскрылось. Александр Григорьевич заявил на совещании, что он дважды назначал проверку по комитету, и они проходили. По моим сведениям, последняя проверка была как раз по факту суицида или убийства. Тут есть вопросы у нас, конечно, потому что пока всё-таки система закрытая. Участвовали в этой проверке серьёзные структуры, в том числе оперативно-аналитический центр и служба безопасности президента. Это тоже две спецслужбы, которые сейчас, получается, в общем-то контролируют всё остальное пространство, которое осталось. Ибо, что касается МВД прокуратуры, наверное, и КГБ, уже уровень доверия со стороны президента, он, наверное, где-то к Плинтусу приблизился. То есть выходят в свет другие люди, другие структуры. Но непосредственно по самоубийству. Но опять же я вернусь, сошлюсь на цитату Александра Горыча. Дословно он сказал, что надо бороться с коррупцией, с предательством интересов государства и бездеятельностью. Интересная такая триада получается. С коррупцией понятно, с предательством тоже понятно. Бездеятельность. Да, но в то же время он сказал о том, что в КГБ не должно быть солдафонства, что должен оставаться творческий подход. И вот здесь самое основное, мне кажется, что было сказано не только по факту того, что случилось. Скорее всего, есть, видимо, за что зацепиться, есть куда копать и кому копать. Такая серьезная проверка началась. Вот для того, что не отправили просто в отпуск, например, председателя КГБ Зайцева, а на время нахождения в отпуске. Его отстранили, по сути, от должности. Но опять же не назначили первого заместителя, как обычно делается. А человек, можно сказать, со стороны, который в этой системе ничего не понимает. Председатель, скажем так, больше Министерства обороны. И дальше, опять же, что меня немножко поразило, такого я тоже еще не встречал в нашей практике, с сайта КГБ исчезло все руководство, абсолютно зачистили. То есть обычно, скажем, зачищают, оставляют пространство свободное, кто был. А все остальные руководители на месте. Ну, здесь взяли просто страницу, все удалили. Кстати, насчет сайта КГБ, любопытный момент. Я как раз тоже вчера залез на этот сайт и посмотрел биографии всех руководителей этой спецслужбы. У нее были разные вывески, там ЧК, ГПУ, НКВД. Но первые 15 фамилий. Из них 13 расстреляны, как враги народа. Судьба одного неизвестна, то есть тоже можно догадываться. И еще один, Цанава, умер в Бутырке в 1955 году, тоже был обвинен в преступлениях тяжких. То есть мы видим, что это, мягко говоря, очень неблагодарная служба, неблагодарное кресло. Конечно, времена другие, не сталинские. Но, смотрите, и за период правления нынешнего президента тоже сменилось уже пять руководителей КГБ. Вроде бы семь даже. Семь даже. Да, семь руководителей КГБ. То есть больше пяти лет никто не задерживался. А в среднем три-четыре года. Идет та же ротация. И хотя, ну, всякое сравнение хромает, но мне кажется, что тут скорее вот такое, как это в Беларуси говорят, перетряхивание кадров, это просто как метода. У Сталина была такая метода. Там вообще это с кровью, с мясом. Тут вроде бы уже 21 век более гуманно. Но это принцип недемократичной системы. Когда главный руководитель никому не доверяет, спецслужбы имеют огромные полномочия, и любой человек, который задерживается на этом посту слишком долго, он концентрирует большую власть, он многое может, и, естественно, возникают подозрения, как бы он чего-то такого не сделал. И поэтому просто вот это кровопускание в КГБ, ну, происходит периодически. И тут я немножко бы поспорил с Валерием Косткой. Он подал дело так, если я правильно понял, что вот Зайцев не профессионал, пришел тут, наломал дров, а может быть, даже и вредил умышленным отношениям Белоруссии с Евросоюзом. Не думаю. Во-первых, все они исполнители. Сколько бы звезд не было на погонах, это пешки, по большому счету, в этой системе. Что сверху сказано, какая отмашка дана, так он и будет делать. И смешно думать, что вот вопреки президенту, там, разогнали площадь и так далее. То есть, тут бы разбор полетов был сразу. Если бы высшее руководство хотело там обниматься с Евросоюзом, получить 3 миллиарда, а тут КГБисты взяли вот и испортили всю малину. Нет, конечно. Такие вещи, когда решается вопрос о власти, решения принимаются на самом высоком уровне и только берут под козырек все эти чины. Потом, смотрите, ладно, Зайцев из пограничников, вроде бы он там не очень, может быть, понимал в каких-то вопросах, но были предыдущие руководители, тот же Степан Сухаренко, он вроде бы прошел там все ступеньки в КГБ, но тоже вы помните какой был скандал. И точно так же вот говорит Валерий Костко, что КГБ перед площадью 2010 года нагнетал ситуацию. Тоже было перед площадью 2006 года. И тогда в спешном порядке через парламент прокрутили драконовские поправки, их так и называли журналисты, поправки Сухаренко. Чтобы, грубо говоря, можно было сажать за деятельность от имени незарегистрированной организации. Посадили четырех человек из такой структуры партнерства, которое хотело независимое наблюдение за выборами организовать. И тот же Степан Сухаренко вошел в историю вот этим этой легендой, что ли, про дохлых крыс, которыми там хотят террористы отравить водопровод в Минске. То есть тут не зависит от того, кадровый это КГБист или откуда пришел. Вот сказано вести такую, знаете, борьбу всеми средствами против политических оппонентов. И она ведется по мере разумения и без лишних церемоний. Поэтому, я думаю, дело не в том, из пограничников он пришел, или кадровый КГБист. Дело в том, что в этой системе спецслужбы получают слишком большие полномочия и, мягко говоря, не всегда ими корректно пользуются. Поэтому периодически приходится высшему руководителю одних менять, ставить других, а потом все это повторяется. И еще штрих, когда снимали Сухаренко, еще ряд руководителей, тоже был такой разбор полетов, было совещание специальное, и там звучали очень жесткие вещи. Типа, я почти дословно помню, что там до закрышивания бизнеса надо руки отрывать до самых плечей и так далее. То есть, вот по этим аллюзиям можно понять, что под крышей спецслужбы расцветали всякие явления, мягко говоря, дурно пахнущие. И это, опять же, результат того, что закрытая система. Когда-то Александр Лукашенко, как я понял, с гордостью даже сказал, что я вот не поставил КГБ под контроль так называемого гражданского общества. То есть, он рассчитывает, что сам будет все контролировать. Но одному человеку невозможно все контролировать. И поэтому гниль будет периодически вылезать, будет идти деградация всех вот этих силовых структур, которые просто непомерно большое место занимают в обществе. Ну, если я тут немножко... Давайте минуточку. Виктор скажет. Валерий, после вас послушаем. Я хочу откомментировать. Хорошо, пусть это Валерий. Ну, добренько, дякую, давайте. Мне можно? Давайте. Валерий. Марина, по-первых, я хочу отказать Александру Колосковскому, что все правильно. Под козырек и выклонивается загадка. Пытание только заключается, перед кем берется под козырек. Кали перед Лукашенко, это заразумело. А кали не перед Лукашенко берется под козырек. Я тому сказал одну из версий, что чему прогучало слово предательство. Кому и прогучало слово предательство, что могли брать под козырок и не в Минску. Вот и весь отказ Колосковскому на это питание. По-другое, спецслужбы, вот вы начали с того, что там расстреляли 13 человек и так далее, спецслужбы в умах диктатуры, и они завсёд и охвяры, так само охвяры, потому что они вымышены выконывать волю политического керовництва, а гэта воля не завсёд и отповедая правам, свободным и законным интересам грамадян и Конституции в тем лику Беларуси. И тогда они вступают в суперречность, и они перегибают палку, и политическое керовництво повинно на кого-то списывать, иначе списывая на ту же самую, на то же самое КДБ, и садят в тюрму, и расстреливают, и так далее. Тому питание спецслужб, это в первую чергу питание демократа, и там, где правит закон, где обмежеваны функции, четко вызначена функция, и обмежевана законом, где есть прокурорский нагляд, где есть контроль громадянского общества, где есть открытая пресса, которая так само контролирует деятельность, в том, где перегибы моральными, не моральными, силовым блоку, силовым накерунку этого силового блока. Вот тогда спецслужба становится нормальной и потребной и краине, и громадству, и каждому гражданину. И тогда нема питания, тогда никто не обмерковый, как мы, в открытом эфире, КГБ правильно, или неправильно. Самая нормальная спецслужба, это про якую никто в оголе не вспоминая, не просто ведая, не вспоминают, те куда они, как в Швеции, как в Швеции, там есть спецслужбы, там есть агенты, там есть те, кто занимается этими агентами, но про их никто не вспоминает, потому что они выполняют свою функцию на корысть державы, на корысть громадства, на корысть гражданина. И в первую чергу на корысть каждого гражданина. А потом громадство, а потом уже держава. А у нас эта система как раз недемократичная, и тому спецслужбу в этих умовах я своим коллегам не заздрочу. Мы еще працывали, это было не самое лепшее, конечно, но часы, но спецслужбы у нас была спецслужба. И она имела шмат недохопов, треба было проводить реформы. Я про их в 1991-1993 году писал, но на это просто не звертали уваги. Но вот мы пришли до того, что спецслужба стала политичным вышуком, и она працуя, фактично, супрать своих граммадян. Вот это вельми великое и обороняя УЛАДу, конкретно одного, те группы, те кланы и так далее. Вот в этом сенс заключается того, что отбывается. И то, что Колосковский поспробовал сказать, что не, не увесил Бог, у меня складывается просильное ураджение, что деятельность Зайцева у Белоруссии, она как раз мела последовавную, конкретную мету. И эта мета была фактично по многим накерункам досягнута. Не было ни при Сухаренке, я не обороняю Сухаренку, я не обороняю это, никого иншого перед этим. Не было такого, чтобы забороняли нашим чиновникам выезжать на Захад, робили некие санкции. Настолько Захад от нас был далекий, как при Зайцеве не было никогда. И опошним старшиней КДБ, где еще можно было сказать про спецслужбу, был Владимир Александрович Мацкевич. Все, после этого началось планомерное метанакерованное перетворение спецслужбу политичный вышок. И это был удар и по спецслужбе, и по супрацовникам. Валерий, дякую. Хочу дать слово Александру Владимировичу отказ. И так само Виктор мучить нечто сказать. Обязательно. Так, сподар Костка вельми цикавую тему закранул. Дякую ему, потому что я просто до этого не дайшов. И он вельми прозристо намякнул на усходнюю суседку Россию. Я сейчас перейду на язык восточной соседке, чтобы более широкая аудитория нас понимала и слышала. Пусть и Россия слышит. Действительно, вот эта так называемая братская интеграция на самом деле это борьба бульдогов под ковром. И вот эти подводные течения они страшно напрягают белорусское руководство. И смотрите, как снова здесь официальный белорусский руководитель попадает в свою же ловушку. Уже давно замечено обозревателями, что на высокие посты, особенно в силовых структурах, назначаются выходцы не из Беларуси. Потому что в конституции нашей страны записано, что президентом страны может быть только Беларус по рождению. Гражданин Беларуси по рождению. И понятно, что Зайцев с Украины, ну тут можно загибать пальцы, целая обойма таких людей из-за пределов Беларуси. И если придерживаться той логики, что глава государства хочет в этом плане себя обезопасить, чтобы не было даже каких-то потенциальных конкурентов, не говоря о том, что фильтруют кадры вообще жесточайшим образом, то с одной стороны да, вроде бы это логично, а с другой стороны усиливается подозрительность, потому что люди оттуда, люди связанные с Россией, которые там учились, получали погоны и так далее, они же ведь и всякие связи там могут иметь. И где гарантия, что они эти связи не поддерживают? Конечно, и вот этот момент подозрительности, он постоянно присутствует и заставляет тасовать кадры не только в КГБ, у нас поэтому и премьер-министры, и другие чиновники периодически менялись, и может быть даже кто-то специально вбрасывал какую-то ДЭЗу, что, а вот этот, знаете, чиновник там высокого ранга, он вроде бы там шушукался и может там с Кремлем иметь какие-то дела. Через какое-то время этот чиновник утрачивал свое кресло. Это опять же проблема закрытого общества и проблема непрозрачных отношений с Россией. Мы же видим фальш этих отношений, когда вроде бы на словах братская интеграция, там, открытость и все такое, а на самом деле это идет жесткая борьба и никто иной, как Александр Лукашенко в те минуты, когда обостряются противоречия, он сам говорит об этом империализме, о том, что вот эти щупальца сюда тянутся, что хотят наши предприятия скупить, а он-то знает, наверное, больше гораздо, чем мы. И вот это действительно очень сложная для Беларуси ситуация, в которой тоже спецслужбы могут оказываться между молотом и накованием. Виктор, у вас на... Я немножко узкую тему возьму, те угрозы, которые здесь реально внутри существуют, о политических уже Александр рассказал. Если вспомнить, что случилось, почему ушел Сухаренко, и тоже та же ситуация, на его место вдруг откуда выдернули Жадобина и поставили. Не больше года там получилось. И была задача перетрясти все кадры. Тоже человека не кадрового КГБ. Абсолютно. Что происшествовало отставки, вернее, отстранения от должности Сухаренко? Серия коррупционных скандалов, которые были связаны непосредственно с сотрудниками КГБ. Это то, что касается этих историй о коррупции на таможне. То есть, там ситуация рисовалась такая, что целые группировки в составе сотрудников МВД, КГБ, таможни чуть ли не продали кусок границы каким-то российским бизнесменам, которые на протяжении полугода гоняли все, что угодно, вплоть до того, что даже компьютерная техника резко упала в цене в России. То есть, речь шла о миллионах. То есть, вот этот скандал, в общем-то, и стал поводом для строения. Помнится, там серьезно потрясли все руководство. И предположить можно до тот период, вот о чем Валерий говорил, куда кадры. Часть кадров, я так предполагаю, видимо, просто ушло. Потому что ситуация возникла такая, что лучше там не служить, не работать. Кого есть возможности, уходят. Я просто служу по системе МВД, я ее лучше немножко знаю. То есть, и практически вот этот, не исключая, что сейчас опять это подоплека чисто коррупционная. Потому что из того, что сказал Александр Егорович, из того, что, скажем так, передают мои источники, ну, возникают вопросы по ряд сотрудникам КГБ, которые очень, скажем так, неправильно себя повели, что касается собственного обогащения. возникают вопросы у людей. И тут есть момент такой странно непонятный для нашей ситуации, когда чиновники, скажем так, строят себе коттеджи, там, где полтора-два миллиона долларов, уверены в том, что никто не придет и не спросит, откуда деньги. К сожалению, нюх ребята потеряли. И Александр Егорович информацию доносит. И мне кажется, все эти скандалы, которые эпизодически возникают, а в этом году их уже, наверное, десятка-полтора-два было, еще будут в следующем году, и в этом, до конца этого года, я не сомневаюсь. Его это сильно бьет, разлит и бесит. Опять же, связано непосредственно с экономикой. Ведь десятка-полтора случаев я знаю, когда, что касается приватизации, вмешивался комитет и обрубал на корню, ибо, скажем так, они по своей оперативной информации видели, что происходит захват рейдерский, так называемый. То есть, не черный, а именно серый, так называемый, где внешне все выглядит все благопристойно. Но, опять же, с одной стороны, они пресекли, с другой стороны, это уже лучше по экономистам сказать, как это бьет по рукам и инвестиций страна не дождется. Опять же, я хочу вывести на политический уровень. Речь ведь, когда мы говорим о коррупции, не только о КГБ. Посмотрите, периодически сажают там, то какого-то мэра, то еще какого-то вертикальщика крупного. Опять же, дело в системе. Система непрозрачная, система неподконтрольная. Это особенно видно на примере силовых ведомств, но тоже касается и гражданской вертикали. То есть, в целом, надо ставить вопрос, я опять возвращаюсь к этой цитате, это плохо, что спецслужбы и вся вертикаль не поставлены под контроль общества. Вспомним, что когда-то Александр Лукашенко пришел как раз под знаменем борьбы с коррупцией. Вот он 18 лет вроде сражается с этой гидрой, тюрьмы не пустуют, достаточно много осужденных по коррупционным преступлениям, в том числе и тех, с кого сняли погоны перед этим. Но не меньше, у этой гидры одну голову отрубают, две вырастают. Значит, порочность в самой системе, в том, что нет гласности, в том, что нет контроля, в том, что парламент декоративный, депутат не может поставить эльбром какие-то вопросы насчет сомнительной приватизации и так далее. Сама приватизация тоже. Списки отменили, гласность отменили, все это где-то решается в кабинетах. Как решается дело темное, дело непрозрачное? Нет возможности у прессы получать информацию. Чиновники, они в специальных бронежилетах от прессы, они все отбивают. То есть, вот, идет речь о том, что нужна модернизация всей системы. И силовых органов тоже. И, кстати, мы говорили здесь о Европе, Брюссель предложил в нынешнем году европейский диалог о модернизации Беларуси. Работают экспертные группы. Я беседовал с Михаилом Пастуховым, это бывший судья конституционного суда, который возглавляет одну из таких групп, и разработан целый пакет предложений, как реформировать суды, как реформировать силовые ведомства, в частности, избавить КГБ от функций политического сыска, уменьшить аппарат, заточить его под те задачи, которыми в любой нормальной, даже самой демократической стране занимается спецслужба, потому что они всюду нужны, но надо их поставить в рамки, а для этого надо модернизировать всю политическую систему. Вот здесь, конечно, на сегодня главный камень преткновения. Марина? Хвилиношку, Валера, я хотела, видать, задать опошнее питание, потому что я бы хотела еще позвонить нашим коллегам в Витебске, они там должны быть на подъезде или уже на месте. Два слова скажу и все. Давайте, после моего опошнего питания, добренько, я красный его откажете. У меня вопрос, ну, собственно, для того, чтобы подвести итог нашей дискуссии, собственно, кто займет место Зайцева теперь. И вот то, о чем вы, Александр Владимирович, говорили, вот модернизация и, собственно, реформа, говорилось раньше и о реформах органов государственной власти и о реформе МВД, над которой сейчас ведется работа. С одной стороны, кто возглавит КГБ и ждет ли Комитет госбезопасности реформа в ближайшее время? Что вы думаете по этому поводу? Я согласен с Валерием Костко. Вряд ли уже вернется генерал Зайцев на эту должность. Это бы бросало тень на тех, кто начал это разбирательство. Вроде бы зря дернули, зря поставили на уши. То есть уже в какой-то степени теперь дело чести довести все это до конца и чтобы это был показательный разбор полета. Мне кажется, такая логика развития событий в данном плане. Но это не значит, что тот же генерал Зайцев где-то не появится на другой должности. Мы недавно были свидетелями того, как генерал Рачковский тоже после плюшевого десанта потерял свою должность. Какое-то время был в тени, но недавно его фигура снова появилась и он получил должность и удостоился каких-то даже теплых слов, типа, что такими кадрами не разбрасываются. Поэтому, действительно, если там не будет каких-то сверхсерьезных обвинений, то, наверное, на какой-то другой должности может появиться генерал Зайцев. Кто придет вместо него неизвестно, потому что будут подбирать по принципу личной преданности. И это может быть человек совершенно из другой сферы. У нас телевидением назначали человека, который работал на объединении стекловолокно, поэтому тут всякие могут быть даже самые неожиданные и парадоксальные результаты всей этой истории, всего этого сюжета. Ну, я боюсь загадывать, потому что масса непредсказуемых вещей бывает, что касается кадрового реестра президента. Как мне рассказывал Сиваков, как его назначил Александр Горьевич министр внутренних дел. То есть, говорит, я переоделся, собрался ехать в войска свои внутренние, звонок через 15 минут будет. Говорит, приехал, я тут посмотрел, мне тут предлагали, я решил, будешь ты. Все. Взял под козырек и пошел. Любой человек военный. Не исключено, что будет так. Не исключено, не знаю, как это будет выглядеть все. Но у нас же никто мнение не спрашивает. И я хотел бы еще в двух словах ответить на вторую часть вашего вопроса относительно возможной реформы КГБ. На самом верху уже чувствуют, что вот эта старая система, она анахроничная, она разваливается, она не работает, она загнивает. И вроде бы есть понимание реформы. Не случайно глава государства недавно сказал о том, что надо реформу органов власти проводить и так далее. Но, смотрите, все сводится к банальному сокращению. А это чиновничья гидра, она бессмертна, и сегодня сократят, завтра еще больше появятся другие названия должностей. То есть это известно, со времен царя Гороха сражаются с бюрократией таким образом, механическим, ее нельзя победить. Нужны качественные изменения, нужна другая, более прозрачная, более демократичная система власти. Но начни такие реформы. Это опасно, потому что разрушается фундамент нынешней вот этой пирамидальной системы, нынешней такой персоналистской системы власти. И поэтому не случайно Александр Лукашенко периодически вспоминает про Горбачева, про его мягкость излишнюю и так далее. То есть, с одной стороны, коллизия в чем? Для него и для высшего эшелона власти, что нужны перемены, и в то же время страшно их начинать, потому что вся эта система, она пойдет такими тектоническими трещинами и может развалиться за несколько лет, как развалился Советский Союз. Валерий, шуете? Я думаю, что все будет залежить, конечно, от того, как пройдет расследование, по-перше, по-другому, кто будет уплывать на принятие решения. Решение, безумовно, будет принимать Александр Лукашенко, Олег, кто будет подавать ему пропоновую, от этого будет залежить, и кто будет керовать наступным керувником КДБ. Я думаю, что уже вызревая думка об тем, что все-таки КДБ это не журналистика и не телебачение, там повинны працавать профессионалы, их рехтовать надо 10-15 годов, и коли туда приходят люди сбоку, и они просто рушить рушить эту систему, и тому, кто и как будет пропоновывать, но думаю, что повинны даже может кого-то из старой гвардии вернуть обратно на службу именно по профессиональному признаку. И реформа в КДБ, я вам скажу, тут вельми просто решается, просто треба конкретно обмежевать функции, дать им заниматься разведкой, контрразведкой, забеспечением безбеки и так далее, и тады все станет на своем месте, потому что супрационники КДБ, как и ЦРУ, как и ФСБ, они рихтуются от нолького, подбираются фактично от нолького, и тут справа не у людях, и справа не в самом КДБ, а справа в политичном выращении этого пытания. И я сгоден, что в принципе все реформы у нас в Беларуси зараз уперлись в одну политичную систему. Треба все переглядать, потому что мы зарабили неправильно. И треба робить эти перемены, ну я думаю, не веду, как они будут проходить, или уже час настал, и чем далее ситуация будет погрешаться. Без изменов, без реформов, без нормальных функций, без прозрыстости, без открытости прессы, без незалежных судов, у нас ничего не отбудется. Будем топтаться все на одном месте. Валера, дякую великий и спасибо всем участникам дискуссии. Мы попробовали сейчас дозвониться до Алены Андреевой Шеремет, но она, к сожалению, еще за рулем и до Витебска они не доехали, чтобы сообщить нам о последних событиях. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий, потому что тема, безусловно, интересная. И до встречи в студии. Спасибо, Александр Владимирович, спасибо, Виктор. Я напоминаю, что с нами в студии Тутбай ТВ тему обсуждали Александр Владимирович Клосковский, политический аналитик информационной компании Белопан и Виктор Федорович, обозреватель интернет-газеты Новинный Бай. С вами была Марина Золотова. Всего доброго.